Здравствуйте, спасибо большое всем, кто пришел. Однажды, однажды, сугубо по делу, в состоянии напряжения, я приехала в свой город, легла спать в ночи, утром сонно вышла на кухню, села у окна и уперлась глазами в обычную картину. Гора, как киль перевернутого корабля, она вот такая. Ветреный день, люди куда-то идут, деревья качаются, кошка сидит в огороде и тоже смотрит на прохожих. Я просто увидела все это, и в мою замороженную Москвой душу снизошел покой. Я остановилась на бегу, сбилась с рабочего ритма, и служебный повод поездки стал неважен, неважен. Оказалось, что сто лет мне не было так хорошо, как на этой кухне. Оказалось, для счастья все имеет значение. Угол наклона горы по отношению к горизонту, угол наклона пирамидальных тополей, загибающихся от ветра и знакомый стук дождя по плексигласу. Отпустила напряжение по периметру лба. Во дворе я встретила одноклассника, который даже не знал, что я давно уехала, и спокойно сказала «Привет, Полин, вот с рынка иду». Я сидела на скамейке во дворе и не хотела вставать. Я ощущала, что наконец оказалась внутри своей матрицы. До меня дошло, что я человек места, а вернуться-то невозможно, немыслимо. А потом был вечер, кромешная темень махачкалинских дворов и арбузная мякоть махачкалинских внутренностей. Гости, друзья, знакомые, незнакомые, блюда с мясом и тестом, подливки, бульоны, коньяк, люди, слова. Теплый воздух и живительный шорок последних женских пуховых тополей. Они честно шумят по-другому, по-свойски, принимая тебя целиком. Опустился туман с Таркетау и окутал мой город родной. На все парки, дома и бульвары, и тебя, дорогая, со мной. Таркетау, 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 у подножия твоих город мой. Таркетау, 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 вечно юный и вечно живой. Словно в сказке безмолвные улицы, В окнах ярко мерцают огни. Таркетау, 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 у подножия твоих город мой. Таркетау, 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 вечно юный и вечно живой. Таркетау, 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 таркетау Таргитау, таргитау, у подножий твои город мой. Таргитау, таргитау, вечно юный и вечно живой. Кто приезжал вообще в Махачкалу, тот знает, что когда туда попадаешь, там как будто свой пространственно-временной континиум. Он такой затягивающий, засасывающий, и приезжаешь из Москвы, такая вся на темпах, на нервах, на напряжении, и вдруг на тебя обрушивается эта вся Махачкала. Вот про это. Значит, ехала я в Махачкалу, хотелось найти разумную пропорцию труда и отдыха. Планировалось, как побег из мегаполиса с целью сосредоточиться на главном, то есть на работе, работе и работе. Типа, что в Махачкале еще делать, на рынок, что ли, ходить за бараниной? Да никто уже сам не готовит, все заказывают с доставкой. И что дальше планировалось? Ну, выловить релакс, выловить гормон. Гормон очень вылавливается. Еще в очереди в аэропорт, к самолету дагестанскому. Потом выловить бодряк. И все это удалось, кроме работы. Понимаете, у меня с Махачкалой общий уровень влажности и любовь к ветрам. Из-за влажности Махачкала растворяется во мне, а я в ней мгновенно. Один вдох смешанного морского со степным воздуха в районе аэропорта Вайташ, и вот оно. Есть контакт. Ты внутри родного аквариума, родного болота, зелено, мутно сидишь, немножечко разбухаешь. И тут налетают ветра. Ветра полощат, болтают, продувают насквозь вместе с волосами и межполушарными связями. Я никак не могу собраться и работать, работать, работать. Увлажняюсь и полощусь на ветру. Дышится хорошо. Вороны летают, чайки, иногда туман, иногда дым. Пахнет то мусоркой, то лимонным кремчиком. Уличные коты на своих постах, и никакая экология их зверская либидо не берет. А тут никого ничего не берет. Пофигизм, свободное жонглирование временем, роскошные привычки, семейные ценности, всюду жизнь и неслужебные, но очень важные дела. Хочется слушать свой подоконник и греть пироги в духовке. Жизнь выскальзывает изо всех графиков, перетекает в интуитивное существование. Че там, тепло или холодно на улице? Острая или сладкая? Каблуки или кроссовки? Льет или сыплется манкой? Влажность заползает через кожу, ты расслабляешься, а если вдруг и солнце в окно, и воробьи истерически чирикают, тут же появляются эти прекрасные махачкалинские мысли. Сегодня уже ничего не делать. Пойти к Лене Макарчан, поговорить про как жить дальше. А по дороге купить тот новый тортик, очень легкий, понимаете, без теста, все очень хвалили. Ну, думаю, прям с утра сяду, сегодня как поработаю, прям как поработаю, но тут в атмосфере начинаются всякие резкие движения. Салюты, салаты, компоты, звонки. Ты едешь к нам или нет, что там? Открой вон тот баллон. Это черная смородина или виноград такой терпкий? Ну, ладно, сегодня пропускаю, думаю. Завтра точно решаю, верю в себя, как учат коучи. Завтра поработаю, вы на это не ногой. В город тем более, сосредоточусь и как давай работать. Ну, вот прекрасная мысль про массаж. В Махачкале дешевле ездить недалеко, надо ловить момент. А еще хочется к Савельевой на дачу. У нее в январе цветут ирисы и розовеют маленькие клубнички на грядках. Просто, чтобы сделать Савельевой приятно, как в сказке «12 месяцев». Потому что Савельева художник, она на светлой стороне. Вернулась в Москву, думаю, что тут делать, только работать и работать и работать. Задумчиво перестирала свои влажные махачкалинские наряды и затасковала на веки. Таркитау, 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 Таркитау. Таркитау, Таркитау, Вечно юный и вечно живой. Таркита, Таркитау. Таркита, Таркита. Продолжение следует...